Грамоты из рук Акима области Асхата Шахарова сегодня получили 40 человек. Это полицейские, сотрудники департамента ПЧС, волонтёры, работники компании-энергосистемы Ак-Тюбесу Энерджи Групп. 7 по 9 февраля в области были зафиксированы аномальные метели. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Из-за большого количества осадков на трассах застревали автомобили. Волонтёры рассказали об одной из семей, чей двухмесячный ребёнок едва не замёрз в салоне застрявшего авто. К счастью, поблизости оказалась фура, в салоне которой можно было погреться и дождаться спасателей. Не доезжая до них, буквально где-то 4 километра, один ДЧСник выбежал буквально пешком и 4 километра он прошёл сам туда. И нашёл факт, что он их нашёл. Нашёл их, МТЛБ, выехала на помощь к этим детям, к этому ребёнку, то есть, да, там ребёнок двухмесячный один был. Он выехал на помощь, эвакуировал их, плюс ещё эвакуировал всех, кто был рядом, там, не знаю, наверное, человек 10, наверное, загрузил НТЛБ себе, приехал к нам, мы их эвакуировали. За несколько дней снежного плена спасателям удалось вызволить более трёх тысяч автомобилей. Не лучшая ситуация была и в населённых пунктах. В Ак-Тюбе во многих районах не было света в течение двух дней. Это приводило и к перебоям вода и теплоснабжения. В результате в круглосуточном режиме работали аварийные службы. Вчера президент сам отразил, что в некоторых областях были стихиные бедствия и поручил поздравить, поблагодарить с окончанием. И очень горячо воспринял самоотверженность не только государственных структур, представителей, но и гражданских активистов, волонтеров, которые смогли противостоять стихийному бедствию и тем людям, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации, помочь всем необходимым. С 7 по 8 февраля в приёмную энергосистему поступило около 2000 звонков от горожан. От городской сети электроснабжения отключались целые районы и дачные массивы. Люди начинали даже выходить на трассы бастовать. И погода обнажила многие проблемы актюбинской инфраструктуры. И, как сказал Акимобласти, природный катаклизм удалось пережить только благодаря сотрудничеству всех правоохранительных и коммунальных служб и неравнодушных актюбинцев. Влад Рогушёв, программа «Факт».